Добрый вечер всем! Итак, ждем зрителей и начинаем сейчас делать упражнения. Особенно это полезный эфир для тех, у кого есть долги, особенно у тех, у кого нездоровые отношения с деньгами. Давайте начнем наш сначала разговор, а потом пойдем на более глубокий, на более здоровый уровень сознания, потому что люди боятся слова гипноз. Что такое гипноз? Мы сами себя гипнотизируем. Каким образом? Например, я посмотрела фильм, и этот фильм оказал на меня какое-то впечатление, он запечатлелся внутри меня. Я могу об этом фильме потом еще ходить и, например, неделю вспоминать. То есть мы сами себя загипнотизировали. Или нам приснился какой-то сон, и этот сон оказал на нас влияние. Он запечатлился, и мы сами себе транслируем, и сами себя, сами себе внушаем. Люди боятся слова гипноз. Но давайте посмотрим, а в чем сила гипнотизера? Давайте вот прямо, потому что у каждого качества есть свои плюсы, есть свои минусы. Когда вы чего-то боитесь, в вашей жизни этого становится очень много. Или когда вы это обесцениваете. У меня есть племянник, который всегда обесценивал цыган. Он говорит, о, я цыган разведу сам. Они такие глупые. И вот однажды его обступили три цыганки. И он очнулся, когда кошелек был пустой. Не знаю я насчет печенки. Вот. И после этого он стал говорить, не, говорит, я понял. Они не такие уже... Они не такие уже безобидные, как я думал. Вот. Поэтому давайте ставьте мне... Я прошу вас лайки ставьте для того, чтобы мы могли продвигать этот эфир. И это ваша благодарность для меня. Поэтому большая просьба. Если вы получаете пользу, то давайте будем обратную связь для меня тоже формировать. Итак, ваши видео стали редкими. Нет, мои видео стали очень частыми. Это вам в ленте их показывают очень-очень-очень редко. По каким-то причинам, я даже не знаю пока по каким, мои видео почему-то не продвигаются в ленте. Хотя каждый день я выпускаю минимум пять. Вот сегодня, наверное, видео четыре точно я выпустила. Плюс этот стрим тоже опять-таки. Поэтому заходите на мой аккаунт. Из аккаунта прямо заходите и смотрите видео. Потому что если вы мало смотрите, то получается, что он не не идет на трансляцию. Итак, давайте поговорим о финансах. Как формировались наши представления о финансах. Потому что то, как они формировались, откуда у нас формируется, давайте вот дайте мне свое предположение, откуда формируется у ребенка представление о том, что такое деньги. Давайте ваше мнение, лайкайте и давайте мы будем активно вести стрим, чтобы здесь была не только я участником. Спасибо только из-за вас и захожу на ТикТок. Да, я такая. Мне есть что вам сказать. Однозначно не только есть что сказать, но и есть как с вами вам вам содействовать к успеху. Потому что я вам не помогаю, я содействую вашему успеху. Я заинтересована вашим успехом. Поэтому будьте заинтересованы и в моем успехе. Поэтому лайкайте и главное сейчас комментируйте. Давайте. Каким образом формируется представление ребенка о деньгах? Каким образом формируется представление ребенка о деньгах? Главное мне чудесным образом помогло. Так оно и есть. Потому что чудеса это одна из моих ценностей. Я верю в чудеса. И в моей жизни случалось столько чудес. Столько чудес, что да, формирование нашего представления о деньгах у нас формируется о наших взаимоотношениях с деньгами. Не так, не столько от родителей, сколько о наших взаимоотношениях с деньгами. Например, мы хотели машинку или там куколку какую-то и шли мимо магазина. Сказали, мама, я хочу деньги. Ой, я хочу эту игрушку. Я хочу эту машинку. И мама сказала, денег нет. Не выдумывай. На это у меня денег нет. И у нас постепенно формируется представление, что на мои забавы у родителей денег нет. Потом ребенок вырастает. И приблизительно точно так же формируется его восприятие этой жизни, что на его забавы денег не хватает. Вот. Почему? Потому что это очень эмоционально. Благодарю. Здорово. Смотрю вас с удовольствием. Спасибо большое. Поделитесь обязательно трансляцией с другими, потому что мы сейчас будем говорить об очень важных вещах. Вот. Как сделать так, чтобы у нас финансы были счастливыми? Как сделать так, чтобы сфера финансов, она нам не была как проклятие. Она была нам как благословение. Вот. Поэтому сегодня мы будем как раз эту тему поднимать. И прямо вот наша задача гонять. Потому что все, где мы не понимаем, там мы теряем. Там, где мы понимаем и держим фокус на понимании, разумении, понимании, там идут потери. Итак, первое представление о деньгах у ребенка формируется не просто от того, что даже родители говорят о деньгах, а от того, какие у него какие у него в этот момент эмоции, связанные с деньгами. Например, там старший брат получил машинку, а младший не получил. И мама сказала, ну, в этот раз мы старшему сделаем подарок, а на тебя мы сделаем в следующий раз подарок. Потому что у меня не хватило денег. И вот ребенок этот ждет, и мама забывает и не дарит ему то, что он хочет. У него появляется обида. И в итоге очень много людей ходит с обидами на деньги. И это одна из самых распространенных, прямо очень распространенная тактика взаимоотношения с людьми. Или обида, или разочарование, или злость, или чувство вины, что у меня их нету или не хватает. Или чувство вины, что я хочу детям своим там купить лучшее, а не могу. Поэтому давайте вот вы прямо сейчас скажете «деньги». Вот с чем у вас ассоциируются деньги? Можете ли вы выйти на сцену? Вот пять тысяч человек. Вот перед вами стоит пять тысяч человек. И вы вот во все горло говорите «я хочу денег». И теперь прямо почувствуете, где есть нервное напряжение. Потому что очень многим людям нельзя хотеть денег. Потому что если ты хочешь денег, то ты какой-то не такой, ты меркантильный, ты не слишком духовный, ты какой-то ненормальный, если ты хочешь денег. И многие говорят, ну мало ли, что ты хочешь для того, чтобы много иметь денег. У тебя не хватает ума, у тебя не хватает. Деньги – это стыдно их иметь. Да, да, да. Это вот этот вот момент. Давайте еще. Я сегодня поняла, что мне стыдно иметь деньги. Видите, вот у людей с деньгами связан стыд, чувство вины, чувство, что я какая-то не такая, что я хочу денег. А откуда эти представления о деньгах формируются? Давайте мы чуть позже сделаем упражнение. Я погружу вас на более глубокие и здоровые уровни сознания. Да, мещанство. Как его? Купи, продай. Вот у нас деньги связаны с продажничеством. А я же не продажник. А я же не продажник. Чувство вины, что, особенно перед детьми, там, купить им что-то, а я не могу. Мне можно иметь деньги? Я люблю деньги. Теперь вопрос. Главное, вот знаете, чтобы это не просто было «я люблю деньги», а чтобы они у вас были. Потому что реальность, она очень упрямая штука. Она очень упрямая штука. То есть она реализует наши самые глубинные. Потому что вот здесь мы можем декларировать. Вот здесь вот мы декларировали. Я люблю деньги, я магнит для денег, у меня много денег. А вот здесь мы транслируем совершенно другое. Потому что человек есть вибрационное существо. Это прям очень важно для себя осознать. Человек есть вибрация, поэтому он излучает. И что он излучает, то он получает. Поэтому здесь он может говорить одно. А вот здесь, на уровне сердца, он может транслировать совершенно другое. Как узнать, что он транслирует? По фактам жизни. То есть вы можете сами себе давать такой тест. Вот идете в магазин и смотрите, как вы расстаетесь с деньгами. Это один из главных показателей. Как вы получаете деньги, как вы расстаетесь с деньгами. Напишите, вам расставаться с деньгами сложно? Вот, например, хочется, не знаю, там чашку кофе купить. А ты себе говоришь, не, 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 не сейчас. Давай сэкономим. Я люблю деньги, я жажду денег. Вот эта жажда, это страстное желание. И я вам постоянно говорю, что страстные желания, они не осуществляются. Вот, поэтому мы чуть-чуть дальше идем на тему, откуда у нас формируется представление о деньгах. И расстаюсь с легкостью. И теперь прямо смотрите. А получаете с легкостью? Потому что у денег есть три позиции. Первое – вход. Второе – мы перерабатываем. Это то же самое, как еда. Еда входит в рот. Здесь она перерабатывается. И потом она выходит через кишечник. Вот, с деньгами предельно то же самое. Мне не жалко, но потом иногда короткие. За расточительство. Это удовольствие расставаться с деньгами. Покупать что-то красивое. Если я трачу на других, то норм. Если я трачу на себя, то тоже портится настроение. Видите, страх, слезы. Видите, на себя нельзя. Видите, вот это представление. Приветствую вас. У меня очень интересная ситуация. Я трачу с легкостью для близких. Но когда касается меня, видите, когда касается себя, то нельзя. Видите, вот это момент, о чем я говорю. Деньги зашли сюда. Здесь они переработались. И сюда они выходят. Поэтому у нас с вами должен быть поток денег как сюда нормальный, так здесь, так и выход. Деньги не тратят и вкладывают. Ну, такое понятие. Да, все равно мы говорим о том, что они тратятся. Насчет вкладывать, это как бы еще один поток, инвестировать. Вот, но опять инвестировать надо с умом, надо понимать этот процесс очень хорошо и иметь элементарные хотя бы основы инвестиций и этому учиться. Почему? Потому что нас никто никогда не учил взаимодействовать с деньгами. Нас никто не научил, откуда деньги берутся. То есть вот вспоминайте свои первые зарплаты, как вы представляли, откуда деньги берутся. Вы там, по-моему, 15-16 лет, 17. Вы устраивались на работу. Даже, может быть, в юности вам казалось, что вот у моих родителей плохо с деньгами, а я выйду в этот свет, и я заработаю на первую машину, и я вот им тру нос, и я вам покажу, какие они нищеброды, потому что меня мир ждет с распортертыми объятиями. И тут удивительная штука приходит. Мы идем на первую работу и понимаем, что никто нас не ждет, и все очень печально, и тебе надо работать по 12 часов, по 7, по 8 часов работать, иногда по 12. Вкладывают в продукты, одежду, и во все, что покупаете. У меня они в последнее время не копятся. Не пойму, почему. Вот, поэтому сегодня я на базаре была, и подхожу к прилавку, и, значит, женщина покупает помидоры одни, а продавец ей говорит, я вас очень прошу, не покупайте эти помидоры, они пластиковые. Потратьте чуть больше на доллар, но купите более качественные помидоры. И вот эта женщина говорит, которая покупатель, она говорит, ой, у меня каждая копеечка на счету. И она говорит, ну вы же не получите удовольствие от этих помидоров, вы же, это синтетика, это химия, это пластик. И она говорит, ну кому как, вы можете себе позволить покупать. Вот. И вот эта продавщица говорит, на здоровье экономить нельзя. Я прямо ловлю эту фразу, да, что на здоровье экономить нельзя. И думаю, боже, если бы люди в первую очередь работали над своим мышлением. Потому что мы понимаем, что человек, у которого деньги водятся, у которых есть финансовый нюх, знаете, у него нюх на деньги есть, отличается от другого человека только лишь образом мышления. Мы очень многие думаем, что с деньгами связано, не знаю, там, везение, там, должны быть какие-то еще деньги, чтобы мне деньги начали делать деньги. У нас очень много разных убеждений. Вот я всегда говорю людям, если бы вы могли в первую очередь инвестировать свое образование, чтобы вы могли инвестировать в работу с собой, со своим подсознанием, потому что все вот эти трансляции денег, взаимоотношения с деньгами, они все записались у нас там глубоко в подсознательном или мы еще говорим бессознательном. Мы сейчас будем с вами делать упражнения, и вы все это увидите. Вы сами это обнаружите, где и когда и при каких обстоятельствах у вас произошел момент иных нездоровых представлений о себе, о деньгах, о взаимоотношениях с деньгами. Вот. Но давайте сейчас, пока мы на сознательном уровне, потому что на уровне сознания у вас сейчас, как бы я поднимаю эту тему, да, на уровне сознательного, но вы помните, что сознание – это всего лишь 5%, а подсознание – это 95%. Поэтому сколько вам на сознании не говорили «делай так», или там «декларируй так», или «говори аффирмации так», или «делай вот так», но если там глубоко в подсознании вам этого нельзя, вот там глубоко в подсознании у вас очень много есть некорректных, он так говорит, не негативных, а некорректных представлений о деньгах, если у вас там очень много есть некорректных представлений о том, что такое деньги, у вас они будут всегда, у вас будет, как бы, я всегда говорю, есть нога духовная и есть нога физическая. Очень многие люди духовно там, они медитируют целыми днями, да, они там, не знаю, там, духовно какие-то практики делают. И нога денег у них как западает. У кого такая ситуация? Вот энергия есть. Что такое духовное, да? Это вот ты чувствуешь энергию, ты идёшь, ты такой весь восторженный, у тебя вот прямо крылья за спиной, ты чувствуешь себя наполненным силой, энергией. Но ты говоришь, вот только если бы у меня ещё деньги были, вообще было всё хорошо. Так как будто вот денег. А есть люди, наоборот, у которых есть деньги, то есть у них нога финансовая классная, а у них нет силы, нет энергии, ощущение, что я делаю это из последних сил. Вчера вот была такая очень классная ситуация. Я останавливаю машину, возле эпицентра у нас есть такой огромный строительный гипермаркет. И, ну, сижу, жду строителей, и они там докупают. И в этот момент подъезжает на огромном-огромном джипе мужчина. И вот, получается, я сижу, и вот он подъехал, и я смотрю на него. И вот он выползает с этого джипа. Ну, плюс-минус ему столько же, сколько мне, наверное, а так где-то плюс-минус. Но по нему видно, что его тело уже настолько изношено, его тело настолько, вот прямо видно, что он, вот, знаете, вот изношенное тело. Он настолько вот износил его, что выглядит, ну, совершенно отвратно. Вот я бы так сказала. У него на лице написано, что он страдает и мучается, да. И я ему протягиваю визитку. Я говорю, вам ко мне. Он так посмотрел на визитку и собирается выбрасывать. Я говорю, подождите, не торопитесь ее выбросить. Не торопитесь ее выбросить. Может быть, сейчас вам непонятно, но пройдет какое-то время, вы, а вы мне обязательно вспомните, и приходите ко мне на сеансы. Почему? Потому что вам необходимо здоровье. Он на меня так смотрит, говорит, откуда вы знаете? Я говорю, да у вас на лице написано, что здоровья у вас отсутствует. На лице написано, что вы болен с головы. Да, ну, он говорит, да, опять такой, откуда вы знаете? Я говорю, то у вас на лице написано, по физиогномике написано. Вот я посмотрел на мою визитку, положил, говорит, ладно. Ну, с таким скептицизмом, с такой долей иронии. Но визитку взял и положил. Не знаю, выбросит, не выбросит, придет, не придет, но, тем не менее, у него придет, кредит не могу себе позволить, и только депрессии, энергии нет. Депрессия – это подавленное желание. Всегда, я говорю, вот депрессия – это всегда что-то внутри подавлено. Итак, давайте. Тема денег – это очень глубокий блок, и у нас в методике теми денег посвящено достаточно много дополнительного продукта, который конкретно работает. И свобода от долгов, и как увеличить доход в три раза, и как увеличить доход своего мужа в три раза, или как увеличить доход своей жены в три раза. Почему? Потому что семьи разные и по-разному относятся к своим финансовым состояниям. Сейчас я работаю с одной женщиной, она очень крупный бизнесмен, и она говорит, они с мужем 14 лет. Вот она говорит, я билась со своим мужем, потому что она крупный бизнесмен, она ворочает очень большими суммами денег, а муж сидит и с двумя ее, то есть он домохозяйка. То есть он нигде не работает, двое детей, 7 лет и 5 лет, два мальчика. И она говорит, я билась-билась, билась-билась, билась-билась с ним. А вот он просто смирилась, что вот ему не дано, вот он как будто не понимает. Но говорит, как семьянин – отличный, как отец двух детей – отличный, как муж, ну просто золото. Поэтому, говорит, я взяла на себя все финансовые обязательства, а он – дама-хозяйка. Потому что очень многие там люди говорят, ой, ужас, 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 если мужчина не работает, то есть жена не должна работать, мужчина должен работать. И вот она говорит такую фразу, говорит, я просто смирилась с тем, что мужу не дано взаимодействия с деньгами, поэтому основной поставщик и обеспечитель я, а у него зато хорошо получается с детьми, с хозяйством, там, детей в садик, в школу, в уроки, приготовить, убрать, постирать. И говорит, в этом он просто ас. Так же, как я ас в бизнесе, он ас. Поэтому, понимаете, тут вопрос, когда мне люди говорят, там, только мужчина должен взаимодействовать деньгами, или только женщина должна взаимодействовать деньгами, или там, женщина не должна взаимодействовать деньгами, а мужчина должен взаимодействовать деньгами. Я вообще считаю, что отношения, они должны построены быть так, когда два взаимосильных личности умеют взаимодействовать друг с другом, в том числе и финансово. Видишь, идеально, когда и он выполняет свою миссию, и она выполняет свою миссию, и они умеют этими деньгами корректно управлять. Потому что деньгами надо управлять. Кто это понимает, что деньги любят счёт, и наша задача быть классным бухгалтером для себя, чтобы оптимизировать приходы, доходы, работать на доходы, работать с расходами, и оптимизировать эти доходы, оптимизировать расходы. Вот очень многие люди, энергия есть, денег не хватает. Вот это о чём я говорю, что две ноги. Очень у многих людей западает то одна нога, то вторая нога, то есть духовная и финансовая. Есть люди, которые всё-таки научились в этом мире, они поняли, как эта формула работает, и научились ходить двумя ногами. Поэтому сейчас мы будем с вами делать упражнения, мы будем погружаться на более глубокий и на более здоровый уровень сознания. У нас очень много уровней сознания. Поверхностный уровень, он, как правило, очень больной. Почему? Потому что вот здесь очень много, что такое больной, очень много некорректных представлений о том, как мир устроен, некорректное представление о том, что такое жизнь, как она пришла. То есть мы пришли в этот мир, уже были здесь законы, и многие из нас не удосужились понять, как работают эти законы, чтобы быть законно послушным. Ваше мнение стало бы считать, вести учёт расходов. Я не люблю вести учёт расходов. И у вас есть важные подсознательные причины не любить. Может быть, вы переняли этот навык от своих родителей. Может быть, у вас связано с этим что-то не так. Но задача наша – сделать всё очень ясно и прозрачно. Чтобы у нас был процесс ясности и прозрачности. Потому что очень многие люди вот что-что, а деньги не умеют считать. И очень много на этой почве. У кого деньги связаны с неврозами? У кого деньги связаны с чувством вины? У кого деньги связаны с чувством стыда? У кого деньги связаны с постоянной нехваткой? У кого деньги связаны с постоянным ощущением… Вот я задыхаюсь. У кого деньги связаны с ощущением, я их ненавижу, потому что они приносят мне очень много эмоциональной боли. Они приносят мне очень много душевных. Считать люблю, но контролировать расходы не люблю. У вас есть важные подсознательные причины, чтобы не просто контролировать расходы, а управлять. Наша задача не просто контролировать расходы, а научиться управлять. Я не умею вести учёт. Я бы так сказала, я выбрала не уметь вести учёт. И у меня есть важные подсознательные причины, чтобы не вести учёт. А я веду. По одной простой причине, потому что у меня это ясно, непонятно, куда деньги ушли, куда деньги пришли, как они пришли, как они ушли. Всегда трачу большую сумму, вся сжимаюсь, волнуюсь. А я вам всегда говорю, что нервное напряжение мне в благословении. Поэтому, как только я замечаю нервное напряжение, я задаю себе вопрос, с чем связано нервное напряжение? Например, страх. Страх, что не закончится. Страх, что их завтра не будет. Страх, что их не будет. Поэтому здесь очень много надо проработать с бессознательным для того, чтобы деньги стали счастливыми, чтобы деньги стали благословенными. Знаете, чтобы вот ты, чтобы у тебя деньги больше не были твоей проблемой. Деньги, они напрямую связаны с самооценкой. А я люблю считать деньги, но постоянная хроническая нехватка денег. Вот теперь задавайте вопрос, а что я чувствую, когда у меня есть хроническая нехватка денег? Здесь очень важно быть очень искренними, очень честными по отношению к себе. Почему? Потому что эмоции записываются на теле. И эмоции, записавшись на теле, потом транслируются в этот мир. И я вам сейчас говорю самую главную формулу, которую вам очень важно запомнить. Потому что именно эта формула, она создает реальность. Формула звучит так. Реальность смещается в ту сторону, что ты хронически чувствуешь. Реальность. Еще раз повторяю. И вот прямо здесь можете в комментариях написать и лайкать. Как человек, который получил просто огромное. Вы правы, в моем понимании, ведут учет бедные люди. Знаете, я работаю с огромным количеством бизнесменов. И у них есть бухгалтера, которые ведут. Они могут себе позволить нанять бухгалтера, который ведет их дебет с кредит. Который им помогает этими деньгами управлять. Поэтому это только лишь ваша установка. Вот мы уже видим подсознательную установку, что учет ведут бедные люди. В моей картине мира наоборот. Только богатые люди ведут учет. Почему? Потому что их задача оптимизировать процессы. Для этого они нанимают бухгалтеров. Для этого они нанимают налоговых консультантов. Для того, чтобы все это оптимизировать. И это как раз таки проявление очень богатых людей. Люди, которые умеют управлять деньгами. У которых умеют. Сюда деньги вышли и отсюда они вышли. Это навык, который нам не просто необходим в сегодняшнем мире. Это навык, который нам необходимо развивать. Для того, чтобы передать следующему поколению. Потому что наши родители не управляли финансами. Наши родители очень многие. Напишите, у кого родители ругались из-за денег. И ругаетесь ли вы сейчас, если какие-то конфликты у вас уже в вашей сегодня семье из-за денег. Если у вас конфликты, например, если у вас взрослые дети. Если у вас конфликты из-за денег со своими старшими, но со своими детьми, которые уже выросли. И если эмоциональная боль связана с деньгами, потому что очень многих людей, еще раз повторяю, ругались и ругаемся. Вот видите, то есть деньги становятся источником большого количества конфликтов, недоговоренностей, выяснений. Но согласитесь, так не должно быть. Согласитесь, конфликты это хорошо. Я не скажу, что конфликты это плохо. Конфликты помогают нам свои границы отмерить, нам помогают что-то понять, что-то вынести во свет. Но тем не менее есть конструктивные конфликты. Моя мама всегда вела учет денег, но я не считаю, что она была в достатке. Наоборот, она их учитывала. Я не сказала о том, что те, кто ведет учет денег, богатые люди. Я сказала о том, что это качество людей, которые умеют привлекать деньги. И тут же, знаете, очень часто люди, они больше сфокусированы на расходах. Наша задача, я всегда говорю, нет ничего дорогого в этом мире. Есть только лишь то, что мы не умеем больше привлекать денег. Мы на этом не фокусируемся. Потому что люди говорят, ну, в принципе, не так уж и плохо. А что, если можно лучше сделать? Поэтому у нас очень много в методике, я же говорю, дополнительных материалов, именно проработок. Вот эта тема финансы, отношения, финансы и многое что другое. Итак, хорошо. Мы с вами немножко подняли эту тему. Тему представления. Откуда берутся представления? Как они берутся? Где некорректные установки, которые ограничивают нас? Давайте лайки сейчас. И начинаем с вами погружение на более глубокие и на более здоровые уровни сознания. Я уже начала говорить о том, что у нас здесь очень много некорректных программ. Поэтому мы погрузимся на более глубокие и здоровые уровни сознания, где есть истинное наше «Я». Вот это высший разум, который я говорю, который нам даст корректность взаимодействия с деньгами. По одной простой причине, потому что когда-то вы не умели ходить, но вы сделали это себе знакомым. Сегодня вы это ходите. Когда-то вы не умели чего-то там делать, но вы себе сделали это знакомым. Поэтому наша задача – нереальное сделать реальным, невозможное сделать возможным, и сделать себе это знакомым. Потому что пока есть какие-то навыки, которые нам не знакомы, пока у нас есть навыки, которые нам непонятны, Это нас пугает, а распугает, значит, мы не знаем, что с этим делать. Итак, погружаемся. Погружаемся в себя, в свое самосознание, потому что ответы все есть внутри нас. Абсолютно все ответы. Прямо напишите здесь в комментариях, все ответы внутри меня. Внутри меня, внутри тебя, все ответы внутри есть. Теперь нам надо выйти вот сюда, на более глубокий здоровый уровень сознания, чтобы получить эти отсветы из своего сознания. Итак, смотрим вверх на потолок, находим открытыми глазами и смотрим вверх на потолок. Находим какую-то точку и смотрим. Делаем глубокий вдох, выдох. Глаза остаются также смотрящими, но веки закрываются. И веки становятся сейчас тяжелые. Прямо сейчас наливаются тяжестью. И ты опускаешь подбородок вниз. И как будто мы сейчас начинаем спускаться по лестнице вниз. Ты ощущаешь сейчас мой голос. Ты слышишь мой голос. Но наша задача, чтобы ты услышал голос своего настоящего Я. Поэтому сейчас, или тобой ступенька 10, как будто ты выходишь из подъезда. И вот ступенька 10. Ты прямо твердо ощущаешь, что твои ноги встали на эту ступеньку. Справа от тебя сейчас. Фраза. Я опускаюсь на более глубокий, на более здоровый уровень своего сознания. Теперь ступенечку 9. Ты прямо ощущаешь, как ты подбородок опустил вниз. И говоришь 9. Я опускаюсь на более глубокий, на более здоровый уровень сознания. Теперь ступенечка 8. Ты дышишь ровно. Ничто тебя сейчас не задерживает. Твое дыхание ровное, спокойное. Ты в безопасной среде. Ты в любой момент сможешь открыть глаза. Ты в любой момент можешь остановить этот процесс. Ты осознан сейчас. Ты погружаешься на самые глубины самоосознания, самоощущения. Цифра 7. И ты опускаешься на глубокие, здоровые уровни сознания. Я знаю, что опускаюсь на более глубокие, на более здоровые уровни сознания. Я ощущаю свое тело сейчас. Мысленно прикоснись к воротниковой зоне своего тела. Почувствуй прикосновение одежды. Скажи, это мое тело, но я не есть это тело. Я что-то много, намного больше. И сейчас ступенечка 6. Если ты опускаешься на более глубокие, здоровые уровни сознания. Я знаю, что опускаюсь сейчас глубже. 5. Я опускаюсь глубже. 4. Я опускаюсь глубже. Я опускаюсь в недра своего истинного, настоящего я. 5. 4. 3. Я опускаюсь глубже. 5. 5. 6. 6. И яркий, яркий, яркий белый свет. И ты прямо сейчас чувствуешь внутри этого белого света. Годы сменяются годами, как отшелушивается месяц, отшелушивается за месяцами, дни, за днями. И твое подсознание ведет тебя сейчас к самому первому ключевому событию, которые у тебя формировались деньгами. Твои самые первые представления о деньгах, и ты разрешаешь сейчас подсознанию повести тебя в ключевое, ключевое, травмирующее событие, которое тебя связывает с деньгами. Где ты испытал, может быть, самый первый опыт травмирования деньгами. И прямо сейчас посмотри туда, в глубину, и прямо сейчас доверишься этому потоку, подсознание знает, куда тебя завести. Твое подсознание работает на твой успех. Твое подсознание сейчас работает и содействует твоему успеху для того, чтобы были исцелены все травмы. Потому что точно так же, когда мы ранимся, и образуется шрам, точно так же есть финансовые раны, где в душе образуются раны, и мы прямо ощущаем кровоточение этой раны. И прямо сейчас разрешаешь своему подсознанию повести тебя к тому значимому, чтобы ты понял, где, когда и почему у тебя такие сложные отношения с деньгами. Прямо смотри, в каком это городе, смотри, сколько тебе сейчас лет. Ты прямо сейчас будешь слышать фразы, может быть, твоих родителей, может быть, твоего старшего брата или сестры, или какого-то другого значимого человека. И прямо посмотри сейчас. Посмотри сейчас, о чем они говорят. Захоти, услыши, что они говорят сейчас в той картине. Что они говорят в том состоянии, и что ты слышишь, как маленький ребенок, и какие у тебя в этот момент представления о своей возможности или о том, что происходит. Может быть, в этот момент родители ругаются, и ты слышишь отрывки фраз, что папа слишком много израсходовал денег или мама, и папа или мама ругаются именно из-за этого. И ты прямо сейчас понимаешь, что твоя сердечко сжимается, потому что ты любишь и папу, и маму. Ты любишь и бабушку. Ты всех в этот момент любишь. И тебе просто действительно очень досадно и жалко, что из-за каких-то бумажек, потому что в твоей картине мира это всего лишь какие-то бумажки, из-за которых они ругаются. И тебе кажется в этот момент, что если бы я был волшебником, я отдал бы им столько денег, чтобы они обнялись. Потому что ребенок, его основная задача, он хочет видеть родителей счастливыми. Он прямо жаждет этого увидеть. И ты запоминаешь эту картину, и ты понимаешь, и говоришь, ах вот, где формировались мои представления о деньгах. Ах вот, где они формировались. И прямо чувствуешь в теле, ты запоминаешь в теле, какие ощущения вызывает эта картина. У некоторых это будет ощущение, как будто жжет внутри. У некоторых будет ощущение напряжения. У некоторых бывают даже слезы, бывает, поднимается истерика. Поднимается ощущение, что мир несправедлив, что одним дал, другим не дал. Одни дотягивают, вторые не дотягивают. И ты понимаешь, откуда формировались твои представления о деньгах, и как зарождались первые-первыхые отношения с ними. И вот теперь мы идем в следующее ключевое, значимое событие, где формировалось травмирующее событие, за которым пошли ряд неопределенных представлений. Где ты начал говорить, вот я вообще не понимаю, где мне еще взять денег, где они берутся, где они водятся. Прямо сейчас твое подсознание ведет тебя в самое ключевое, травмирующее событие, после которого ты перестал понимать, как деньги могут приходить в твою жизнь. И ты сейчас годы отшелушивается, месяцы отшелушиваются, дни отшелушиваются. И ты идешь в самое значимое, твое подсознание знает, куда тебя привезти. Твое подсознание, наша цель только одна – исцелить все травмирующие события, восстановить внутренний баланс и открыть глаза своего духа, открыть уши своего духа, чтобы нам понимать, чтобы в ней иметь здоровые отношения с финансами. Моя цель лишь одна – чтобы финансы больше не были моей проблемой, чтобы финансы больше не вызывали во мне негативных эмоциональных составляющих, чтобы финансы свободно текли в моей жизни, чтобы финансы приходили так же естественно, как кислород. Я делаю вдох, и я не думаю, как мне вдохнуть, потому что мой носок сам знает, как вдох сделать, как выдох сделать. И теперь я смотрю, какое следующее травмирующее событие подсознание мне туда привело за ручку и показывает мне сейчас картину. И ты начинаешь понимать, как у тебя формировались представления о том, откуда берутся деньги. Например, мой папа на работе проводил по 12 часов. И мама мне всегда говорила, когда я говорила, «О, я так хочу к папе!» И мама говорила, «Папа много работает, чтобы у вас детей содержать. Папе приходится много работать, чтобы у вас было всё для жизни». И ты в этот момент себя чувствуешь очень виноватым, что это из-за тебя, из-за твоих желаний, из-за твоих хотелок папе приходится сутками пребывать на работе. И может быть, ты уже и забыл это ощущение, но рубец на сердце остался, потому что это чувство вины, это чувство бессилия. Неужели только из-за денег папа проводит так много, или мама, или папа проводит так много времени на работе? Или же, вот я сейчас вспоминаю одну историю в своей жизни, когда мама привела меня на работу, поставила, дала мне карандаши, листок бумаги, сказала, «Рисуй», а сама ушла. Вот. Она у меня была ветврачом, и она оставила меня в лаборатории. Куда-то ушла, её не было очень долго. Мне, как ребёнку, казалось, что она ушла, и это прошла вечность. И мне так стало скучно и одиноко, и я стала плакать и звать маму. И в этот момент мамы всё не было и не было, не было и не было. И вот она, когда пришла, у меня уже была иссилия. Мама принесла мне клубнику и сказала, «А что ты думала? Деньги с неба падают. А что ты думала? Деньги просто так приходят». И вот эти убеждения, вот эти состояния, вот эти слёзы, они оставляют глубоко внутри отпечаток. Теперь вы говорите, «Вот откуда формировались мои представления, откуда деньги приходят». Что, дорогой тебе человек, любимая мама ушла, и ты почувствовал себя одиноким, ненужным, брошенным, потому что в этот момент появляется страх, вдруг она не вернётся. Это будет всегда, это вот так страшно становится. Ты понимаешь, что она пошла, потому что ей надо зарабатывать деньги. И теперь мы переносимся ещё в одну картину, ключевую, где ты понимаешь, почему, как и каким образом формировались твои представления о деньгах. Подсознание ведёт меня, оно содействует моему успеху. Я иду на более глубинный, на более здоровый уровень сознания. Моё истинное «Я» сейчас подсвечивает мне. Я называю моё истинное «Я» Святой Дух. Святой – это очищенное, это как зеркало, в котором отсутствуют все истории, потому что у каждого из нас есть истории, как деньги появляются, каким образом они приходят, каким образом они уходят. И мы идём в самую глубину, чтобы мы поняли, откуда, как, зачем и почему. И мы идём в третье событие, ключевое, травмирующее, где тоже закладывались некорректные, негативные, эмоциональные составляющие. И прямо сейчас, перед тобой как будто экран, перед тобой как будто сейчас экран, и ты очень ясно, очень чётко видишь, слышишь, ты слышишь отрывки фраз, твоё подсознание тебе выводит эти составляющие, и ты понимаешь, откуда с деньгами связана боль, откуда с деньгами связана порой бессилие, иногда беспомощность, иногда кажется, что я задыхаюсь, потому что мне их не хватает, иногда кажется, что вся жизнь, вся жизнь построена вокруг денег, вся жизнь построена только, чтобы их привлекать, а когда же я буду радоваться жизни, а когда же я буду исполнять свои хотелки. И прямо смотрим это событие, ты идёшь в этот день, идёшь в этот момент, иногда бывает несколько дней, иногда бывает несколько событий, которые слагаются как пазлы внутри, и ты понимаешь, каким образом у тебя формировались твои отношения с деньгами. Вот сейчас моё подсознание мне показывает картину, я где-то в девятом или в восьмом классе. Уроки труда, мы делаем винегрет с учителем, и надо принести было фартук. И я маму попросила купить фартук на этот урок. И мама то ли забыла, то ли не помню, но короче говоря, она его не купила, и учитель не ставит двойку. Я очень сильно там расплакалась, мне было так больно, так обидно. И девочки мне говорят, да тут рядом магазин, сбегай быстренько, купи этот фартук, а у меня нет денег, чтобы его купить. И учитель не ставит двойку, и я горько-горько плачу, что у меня нет денег, чтобы купить, пойти сейчас этот фартук, и избежать наказания. Потому что двойка ребёнок рассматривает как наказание. И у ребёнка формируется такое понятие, что из-за того, что не было денег, я получила незаслуженное наказание. И у ребёнка формируется эта нейронная связь. Вы вспоминаете какие-то свои истории, и теперь все эти три события у вас перед глазами, и вы говорите, вот оно, вот откуда формировались, и каким образом формировались мои представления о деньгах. Вот каким образом. И прямо сейчас мы громко сами себе доносим и говорим, но я уже не тот ребёнок. Я уже живу не в той квартире или не в том доме. И те представления, которые формировались у того ребёнка, у него были важные подсознательные причины иметь эти установки. Но сейчас я уже не этот ребёнок. и я формирую чистые, очищенные от домыслов, очищенные от всех представлений формирования денег. И прямо вы ощущаете, вы погружаетесь на более глубокие здоровые уровни сознания, и вы прямо видите река жизни, и вы в этой реке вымываете, вычищаете, стираете все истории, в которых присутствовала эмоциональная составляющая. Вы прямо видите эмоции, это энергия, которая оставляет эти истории. Вы уже сами себе говорите, но я не тот ребёнок. Сейчас я уже другой человек. я уже живу, может быть, даже в другом городе, я уже живу, может быть, даже в другой стране, я уже не тот ребёнок, тех родителей, или я не брат той сестры, или того брата, или я не внук той бабушки, которая мне рассказывала, что деньги это от сатаны, или ещё другие какие-то установки. и прямо сейчас вы как будто стираете, удаляете, стираете и удаляете из самых глубин. У многих из вас вы будете ощущать нервное напряжение и прямо ощущение, как будто даже душа болит. Поэтому, если есть это ощущение болезненности души, вы прямо сейчас говорите себе, я освобождаюсь, я освобождаю свою душу от оков. Я освобождаю сейчас. Я сам себя освобождаю из тюрьмы этих представлений. Я прямо сейчас выхожу из тюрьмы этих представлений. Я выхожу из всех этих, прямо видите в ваших руках ключи, и вы открываете все тюремные двери и выходите во свет. И все эти три части сейчас собираются в едино, потому что, когда мы испытываем сильное потрясение, наша душа раскалывается на части и получается как субличности. И теперь эти субличности объединяются в единое настоящее мое Я. И теперь я понимаю, что деньги это просто деньги. Теперь я смотрю, а как мне формировать свои отношения, к деньгам, к деньгам. Прямо смотрим, а как мне сейчас сформировать свое отношение к деньгам. Вот сейчас я уже взрослый, и у меня сформировались когда-то мои отношения к деньгам, и сейчас я хочу трансформировать, преобразить свое отношение к деньгам. деньги это инструмент. Это инструмент для моего взаимоотношения с этим миром. И сейчас задаем вопрос глубины своего подсознания, что мне сделать, чтобы сформировать здоровые отношения к деньгам. Сейчас глаза моего духа открыты, уши моего духа открыты, я слышу, я вижу, я понимаю. и с этим вопросом мы открываем глаза. И я бы попросила кого-то выйти в эфир и рассказать свои осознания во время этого сеанса преображения. Давайте так, люди боятся слово гипноз. Поэтому мы сейчас проходили процесс преображения. Кто-то хочет выйти в эфир и вот рассказать о своих осознаниях. Пока остальных я прошу лайкайте, пока остальных я прошу, чтобы вы дали мне сейчас много-много огонечков, много-много-много лайков. Есть кто-то, кто хотел, если кто-то хочет, ставьте плюс или добавляйтесь в эфир и расскажите, как у вас осознания приходили, каким образом вы ощущали, чувствовали, понимали. Теперь у вас, я думаю, уходит страх перед гипнозом, вы понимаете, что вот это гипноз и люди очень многие, мне многие пишут, я хочу к вам на психокоррекцию, но не делайте со мной гипноз. И я задаю вопрос, а что вас так сильно пугает гипноз? Ой, не дай бог вы там что-то нагипнотизируете, ой, не дай бог со мной что-то потом психически я стану больным человеком. Я улыбаюсь, я просто понимаю, насколько у нас в этом вопросе очень много есть невежество, непонимание, как это работает. Или человек попал уже к какому-то человеку, который там наверное принес ему какие-то проблемы. Итак, кто-то хочет выйти в эфир? Если да, то ставьте плюсик, если нет, то мы будем заканчивать этот эфир. Вот, напишите ваше состояние сейчас, прямо напишите ваше состояние, благодарю, что вы чувствуете сейчас. Я еще как напоследок вот я вам сказала такой лайфхак, реально смещается туда, что мы хронически чувствуем. Поэтому, если вы хронически чувствуете по отношению к деньгам бессилие, беспомощность, отчаяние, вот туда и будет все время реально смещаться пустоту. Пустота требует наполнения, поэтому сейчас свою пустоту, пустота это тоже образ, поэтому эту пустоту наполните чем вы хотите. Можете радугой, можете легкостью, можете светом, можете вспомнил многое, да, вот, трансформировали, изменили, и вот таким образом наша методика и работает. Деньги волшебная палочка, которая исполняет мои хотелки. Что-то старое, ненужное, отвалилось от меня, да, оно отваливается, почему, потому что оно мешает нам идти, это как якоря, который нас, это как тюрьма, я вижу это как тюрьма, какие-то части нас оказались в тюрьме, и мы не можем, то есть какие-то части нас тянут в прошлое. Хорошо, так как, ну, нет желающих выйти в эфир, насколько я понимаю, вот, давайте, лайки еще, завалите меня просто лайками, подарки подарите для того, чтобы этот эфир продвигался, и я очень хотела бы от вас получить отзывы, прямо пишите, мелькала фигура в черном, потом вода, благодарю, теперь прямо задайте себе вопрос, а что это за фигура, с чем она ассоциируется, то есть если бы у меня были бы на сеансе, мы, конечно же, бы ввели с вами именно диалог, у меня всплыли давно забытые сцены, вот, то есть я бы с вами ввела именно диалог, я вам бы задавала вопросы, я вам бы подсвечивала, я вам бы показывала некоторые моменты, на что обратить внимание, вот, вот, просто так, Анют, вы нам хотите рассказать, какие у вас осознания пришли во время, со всеми, так, Анюта, делитесь своими, вот, прямо напишите мне под любым из постов, вот, свои осознания, свои осмысления, я буду делиться с другими, чтобы и, потребность свои деньгам изменять. Анют, я вас не слышу? то есть, или микрофон не работает, или что-то не так. Анюта, я вас не слышу сейчас, что вы осознали? вот так что написала, что было сначала жутко спускаться вниз, а потом стало легко. Так оно и происходит. Особенно, когда вы первый раз в своей жизни проходите, это кажется что-то, почему? Потому что мы не привыкли верить в себя. То есть, моя задача, это вернуть вам веру в себя, потому что вы скорее поверите быстрее в лекарства, чем в себя. Вы скорее поверите в врача, чем в себя. Вы скорее поверите, не знаю там, другого, чем в себя. У меня тоже спускался в темное, а потом в свет. Вот, поэтому наша основная задача, это поверить в себя, в свой потенциал, поверить в то, что мы способны в этой жизни осуществить любые желания и финансовые желания, в том числе. Хорошо, Аня отключилась, видимо, что-то не получилось, я жду от вас отзывов и еще раз дайте мне лайки и на этом мы заканчиваем эфир. Спасибо, что вы были до конца. Почему-то дрожь внутри, прям колотит. Колотит, потому что поднялась эмоциональная боль. Почему я говорю, что всегда приходите на сессии, потому что вот в таком состоянии я вас быстрее приведу. Смотрите, прям колотит, почему-то дрожь внутри. Это идет освобождение от эмоциональной боли. То есть, видимо, где-то мы затронули очень глубокую эмоциональную боль. Поэтому сейчас, чтобы это сделать, прямо расправьте плечи, прямо вот соедините лопаточки, лопаточки между собой, прямо почувствуйте, лопаточки сейчас целуются между собой. потянитесь, и прямо сейчас себе скажите, я отпускаю эту эмоциональную боль. Мне можно, можно сейчас отпустить. Как попасть на сессию? Вайбер, ватсап, пишите мне вайбер, ватсап, плюс 38, 066, 163, 1453, в шапке профиля есть. Мы договоримся с вами о времени и делаем сессию. Вот. Сейчас я формирую группу. у меня сейчас сформируются две группы. Мы будем работать в две группы. Значит, первая группа будет работать с 7 утра до 7.30. Такие, получасовые, такие быстрые процессы, ощущения тяжести в груди было. Сейчас уже отпустила. Вот, напишите. Вот, и вторая группа будет работать с 20 до 20.30. То есть, получасовые, такой на месяц эти занятия будут. Мы будем там на каждом уроке. Будет занятие три раза. Как понять, что отпустил старое? Внутри появляется легкость. Внутри появляется ощущение свободы. Как попасть в группу? Напишите мне, пожалуйста, тоже на Viber или здесь в Директ. Вот, значит, занятия мы будем проводить в понедельник, среда, пятница три раза в неделю. То есть, получается, что в месяц 12 занятий и мы пройдёмся по таким задачам. Самооценка, потому что это основа всего. Это отношения, это финансы, это здоровье, это состояние эмоционального освобождения, потому что эмоции записываются на теле и в итоге образуется огромное количество блоков. Итак, как попасть в группу, я уже ответила. Хорошо, друзья, давайте, до встречи, всех благ и будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok